Хе-хей, доброго времени уток, друзья! Наконец-то дошли руки снять этот туториал, который вы достаточно долго просили. Особенно хорошо, что вы напомнили про него в предыдущем видео по магике. На самом деле у меня уже есть туториал по этой программе, но ему уже как минимум 3, ну, грубо говоря, 4, 4 год пошел. И за это время в программе не так много всего изменилось, но появились полезные плюшки, да и у меня тоже появился небольшой багаж новых знаний и техник, которыми я сегодня поделюсь с вами. Собственно, почему магика? А потому что магика, во-первых, бесплатна, во-вторых, она интуитивно понятна и в ней очень просто и легко и быстро разобраться. В-третьих, или во-вторых, я не помню, там достаточно быстро делать 3D-контент для ваших игр, а может и не только игр для мультиков, фильмов, я не знаю, что еще можно с ними делать. Но, в общем, 3D-контент здесь можно создавать быстрее и проще, чем в Блендер, который тоже бесплатен, но который требует все-таки гораздо большей подготовки и немного больший порог вхождения. Магика же в этом плане в 100 раз проще, ну, естественно, не имеет такое большое количество функций, но ей это и не надо. В общем, магика это любовь, и этой любовью мы сегодня займемся. Скачать ее можно с официального сайта, хотя не знаю, насколько он официальный, но он, в принципе, вроде как единственный. Просто качаем последнюю версию под свою платформу. Эээ, че так сложно? А, вот она. Все, качаем и радуемся. Далее открываем архивчик и просто папочку перетаскиваем куда-нибудь на рабочий стол, или в любое другое место. Собственно, на этом установка магики будет завершена. Собственно, вот так будет выглядеть папочка с магикой. Открываем ее. В 4К разрешении, конечно, немножечко непривычно видеть такое окно. И да, вы правильно заметили в прошлом видео, у меня новый мониторчик, но обзор на него я делать не буду. Слишком я устал от всего этого. В общем, что нам теперь здесь надо делать? Для начала давайте разберемся с интерфейсом. Зажав колесиком мыши, мы можем вот так вот перемещать нашу камеру относительно нашего объекта. Зажимаем правую кнопку мыши, можем вращаться вокруг нашего объекта. Собственно, левой кнопкой мыши мы просто будем как-то воздействовать, а как воздействовать будет зависеть от вот этих вот настроек, о которых я чуть-чуть попозже расскажу. Ну и просто крутим колесико мыши, чтобы приближаться и отдаляться. Сразу оговорюсь про несколько интересных моментов. У нас есть разные режимы камеры, перспектива, свободная, которая вроде бы ничем не отличается, ортография и изометрия. То есть в изометрии я не могу вертеть по другим осям, только вот так. С ортографией все проще. Мы можем вращать по любым осям, но при этом у нас нету никакой точки схода, то есть нету никакой перспективы. В перспективе же мы сразу увидим, как все это меняется. Но в чем же отличие перспективы от свободной камеры? В этом режиме камера имеет определенный диапазон, на который мы можем отдаляться, либо приближаться в плане комфорта. То есть вот, допустим, у меня тут много-много объектов, я хочу немножечко повернуть, чтобы сделать что-то с этой стороны, но он будет вращаться вокруг этого объекта, хотя выбран этот. Я не знаю, зачем это сделано, но перспектива штука тонкая. Если же я выберу просто свободную камеру, то с этим будет немного проще. Просто вращаем через зажатую правую кнопку мыши, отдаляем колесиком, зажимаем колесико, либо зажимаем правую кнопку мыши и можем помогать себе в АСД. То есть как бы мы ходим в режиме от первого лица. Чтобы найти работу в геймдеве, важно не только иметь крутые навыки и портфолио. Надо правильно составлять резюме, уверенно вести себя на собеседовании, а ещё уметь и самому на удаленке работать и в большой команде. В общем, важны софт-скиллы. Хочешь освоить желанную профессию и получить вакансию с первого раза, тебе поможет XYZ School. С 26 по 28 февраля у школы XYZ скидка 15% на покупку курса или рассрочку, а в подарок идёт карьерный чит. Это уроки и выручалки от консультантов и HR от топовых игровых студий. Они помогут завоевать вакансию мечты, даже если это твоя первая работа. В карьерный чит входит 3 мастер-классы по тем самым софт-скиллам. Как составлять режимы, оформлять соцсети и просить больше на собеседование. Рабочий шаблон мотивационного письма на английском. Чек-лист 10 самых частых вопросов у HR и лучшие ответы на русском и английском языках. А также 2 закрытые QA-сессии с карьерным консультантом. Так что переходи по ссылке в описании, выбирай курс и врывайся в геймдев. Ну а я вернусь к магике. Собственно это самое большое отличие и пожалуй наверное единственное. Так давайте это удалим. Удаляется кстати все через делит, по классике. И как вы заметили, здесь то появляется сетка, то куда-то исчезает. А все просто. В поздних версиях магики, гораздо более поздних, чем тот мой туториал 17-го года, появился режим мира. И собственно сейчас мы в нем находимся. Если я нажму таб, то вот этот объект перейдет как бы в локальный режим. И я смогу с ним как-то взаимодействовать. То есть что-то с ним как-то делать. В режиме мира я не могу его никак изменить. Я могу только его подвинуть, повернуть, масштабировать его и делать всякие другие интересные и не очень вещи. Кстати, в последних версиях магики появилась еще такая интересная штука, как тайлинг. Чтобы появился вот такой гизма, нужно нажать горячую клавишу M. И теперь, если вы зажмете стрелочку, чтобы куда-то переместить, у вас будет перемещаться, как бы его ориентир. И переместится он только тогда, когда вы нажмете Enter. Но если вы потянете не просто за вот эту именно стрелочку, а потянете за линию этой стрелочки, причем вы можете повернуть сразу, точнее потянуть сразу в несколько сторон и нажать потом Enter, у вас все это дело затайлится. Иногда это может быть очень полезно. Все эти элементы у вас как отдельные объекты становятся. И как видите, редактируются они отдельно друг от друга. Что, кстати, не очень удобно, если мы хотим сделать что-то затайленное. Ну а давайте пока все это выделим, удалим. И как нам теперь создать здесь новый объект? Просто нажимаем Ctrl-N, и у нас появляется новый кусочек области. Чтобы вернуть обратно наш гизман, и зажимаем M. Тык-тык. Все очень просто. Теперь нажимаем Tab, либо вот эту стрелочку, чтобы войти в эту область, и что-то здесь поделать. Итак, слева у нас здесь есть палитры. Честно, я ими никогда не пользуюсь. На мой взгляд, они абсолютно бесполезны. Даже для прототипа. В общем, какая-то это ерунда. Поэтому я всегда выбираю третью палитру. Она абсолютно пустая. И все необходимые цвета я добавляю сюда сам. Сделать это очень просто. Мы нажимаем вот эту вкладочку Color, и выбираем здесь нужные нам цвета. А обратите внимание, что если вы вдруг каким-то цветом сделаете модельку, а затем решите этот цвет поменять, он также будет меняться сразу и на модели. А к счастью, это можно отменить с помощью Ctrl-Z. Но все равно будьте с этим аккуратнее. Если вам нужен новый цвет, вы просто добавляйте его в новое место, свободное, в вашей палитре. А цвет можно продублировать. Например, я хочу добавить какой-нибудь более темный цвет этому кубику. Я просто зажимаю Ctrl-Shift, левую кнопку мыши, и перетаскиваю куда-нибудь сюда. Я продублировал этот цвет, и могу сделать его потемнее. Допустим так. Следующая не менее интересная штука, когда нам нужно не просто один-два цвета, а например целый градиент, и желательно с оттенками. Допустим, от зеленого, ну, допустим, к такому вот синеватому. Мы снова продублируем этот цвет, но уже куда-нибудь вот сюда. И поставим его самый светлый, какой-нибудь вот такой. Теперь, чтобы нам сделать градиент, и получить нужные цвета от этого к этому, мы зажимаем Ctrl-Alt, левая кнопка мыши, и перетаскиваем его вот на этот цвет. Все, мы получили наш градиент, и можем пользоваться всеми этими цветами. Зная парочку этих фишек, вы вряд ли будете пользоваться всеми этими палитрами, абсолютно непонятными. А здесь нам больше ничего знать не нужно, ничего такого важного здесь не будет. Разве что, если вам нужны какие-то точные значения цвета, которые у вас уже есть, и вы хотите его сюда перенести, вы можете включить здесь числовые значения, либо прям вот такой код вставить сюда, и получить нужный цвет. Окей, с цветом на этом пока закончим. Давайте выделим наш объект, например, через Ctrl-A, чтобы выделить абсолютно все, либо нажимаем клавишу M, у нас появляется выделение, и мы можем выделять, то есть обычное прямоугольное выделение. В последних магиках оно стало достаточно удобным, то есть оно изначально выглядело примерно вот так, то есть мы выделяли не прямоугольником, а выделяли как бы кистью по модели. Меня это всегда бесило. А теперь они изначально сделали прямоугольник, и все огонь. И наконец, третий режим выделения, по-моему, раньше его не было, на мой взгляд, он слишком сложный, чтобы вот так вот все подогнать, но возможно, в каких-то определенных случаях, он может быть очень полезен и удобен. Выделили, например, скопировали через Ctrl-C, и вставили через Ctrl-V. Вроде бы, ничего не произошло, потому что вставляется в то же самое место, где и было скопировано. Чтобы нам перетащить вставленный кусок, мы удерживаем Ctrl, и левую кнопку мыши перетаскиваем. Перетаскиваться объект будет строго по оси, в которой вы его тянете. То есть, если я его потяну куда-то влево, он полетит строго влево. Если вверх, то строго вверх. Его не получится потянуть куда-то по диагонали, куда вот изначально потянули, туда он и пойдет. В этом плане тоже немного неудобно, и тоже могли бы сюда гизма что-ли добавить тогда уж. В общем, не знаю, почему так, но это так. Я опять же рекомендую пользоваться самым простым и самым понятным выделением. Однако, маленький, но важный момент. Допустим, вам надо выделить верхушку. Выделяем. И если сейчас у меня вроде бы удачно все выделилось, все ровненько, то бывает такое, что небольшой угол камеры как бы скашивает выделение. И вроде бы у нас вот здесь все ровно, а вот здесь уже нет. Поэтому такие вещи либо выделяем в ортографии, которая сегодня ведет себя не слишком адекватно, чтобы уж наверняка. Либо в режиме свободной камеры я потерялся, вот он я. Максимально старайтесь либо отдалиться, либо поставить такой угол, чтобы не выделить ничего лишнего. Вот так. Окей, давайте наконец разберемся с инструментами, которые позволят нам что-либо здесь создавать. Выделяем через Ctrl-A и удаляем через Delete. Либо просто вырезаем через Ctrl-X. Но если мы вырежем через Ctrl-X, мы также можем это вставить. Причем ставить мы это можем не обязательно в эту область. Давайте я сделаю, например, вот так. Выделили вот этот кусок, вырезали его, вышли из режима мира и нажимаем Ctrl-V. Казалось бы, он ставился обратно, но нет. У нас это отдельный кусок и отдельная модель. Нам не обязательно, чтобы вокруг него была такая большая область, поэтому мы нажимаем Fit. Здесь, по-моему, как-то по-другому называется. И теперь область у нас обрезалась строго по границам этого самого объекта. и мы за эти границы не можем ничего создать. Вырезать из них, пожалуйста, вот она, граница видна. Но выйти за них мы не можем. А если вы случайно обрезали и вам нужно больше места, вот в этих цифрах ставьте больше значения. Например, вот так. Все, добавили здесь воздуха и можно работать с этим дальше. Да, кстати, как видите, здесь получается такой, как бы, тайлинг. Иногда это достаточно удобно, а иногда это может запороть работу. То есть следите за этим, чтобы это не ставилось там, где этого не надо. Так, вроде бы такие основные фишечки рассказал. Вернемся к инструментам. Выделяем и удаляем. собственно начнем с линии и чтобы у нас здесь что-то произошло нам нужно выбрать режим воздействия attach erase paint. Attach у нас будет добавлять геометрию, а erase будет наоборот ее удалять. Но чтобы постоянно вот так не переключаться я обычно использую attach на touch а для erase я просто зажимаю shift то есть как бы мы его включаем зажатым shift все просто. чтобы включить paint достаточно нажать горячую клавишу g давайте что-нибудь создадим то есть например с помощью последнего инструмента box можно создавать всякие кубические объекты достаточно быстро возьмем возьмем в другой цвет и просто вот так порисуем а здесь есть несколько режимов project line и просто line project line будет как бы проецировать самого себя через всю модель проецирование линии как бы прилипает геометрии давайте даже вот так вот повыше пооборот и другого цвета так вот так то есть это даже не совсем линия получается но если делать ее без проекции это будет просто линия из точки а в точку б без всяких прилипаний просто линия также в этот инструмент помимо линии добавили еще и в создании вот таких квадратов причем можно создавать их не закрашенными внутри а только оставляя центр не закрашен но по мне было бы полезней если бы здесь просто можно было создавать именно такой контур но как видите пока нельзя также помимо квадратно можно здесь создавать круги что иногда тоже очень полезно и сейчас вы видите применение допустим мне нужно вырезать здесь какой-нибудь такой полукруг берем инструмент face этот инструмент у нас будет вытягивать как бы полигон который смотрит на нас либо наоборот его туда втягивать вдавливать например можем выдавить вот эту штуку а с зажатым shift можем наоборот ее вот так вот вычесть нужно просто попробовать этот инструмент и вы быстро поймете как он работает и в принципе это самый основной инструмент которым я пользуюсь то есть из всех вот этих вот штук я пользуюсь только двумя бокс и фейс все то есть остальные ну бывает именно вот этот инструмент воксельная кисть то есть который просто вот так вот рисуем чаще я пользуюсь ей в режиме покраски оп не то вот но еще чаще в режиме покраски я пользуюсь именно боксом потому что он позволяет закрашивать большие области за меньшее время ну и определенно с этим лучше справляется фейс то есть закрасили например здесь фейсом взяли более темный цвет и вот тут вот добавили там небольшое сглаживание к примеру также этого инструмента фейс есть маленькая интересная штучка так сказать маленький нюанс давайте здесь другим цветом нарисуем как бы разница в том что здесь просто более скругленные углы когда у нас тут стоит циферка 4 мы не сможем вытягивать весь этот кружок одновременно нам придется его делать вот так вот по частям этот же мы сделаем без проблем то есть здесь как бы прерывается линия но если мы включим здесь не 4 а 8 мы без проблем сможем в один клик его вытянуть опять же пригождается не сильно часто но иногда пригождается а что касается первой настройки здесь очень просто если вам нужно выдавить с каким-то другим цветом вы здесь ничего не трогаете и выбираете тот цвет которым надо выдавить если вам нужно выдавлять с тем же самым цветом который указан здесь вы выбираете эту настройку но я как бы тоже не заморачиваюсь постоянно их не переключаю у меня всегда вот такие настройки стоят если мне нужно вытянуть таким же цветом я просто зажимаю alt как бы активируется включение пипетки и левой кнопкой мыши нажимаю на нужный мне цвет все оп оп то есть я могу очень быстро выбрать нужный цвет и им выдавить поэтому щелкать здесь как бы тоже смысла нету далее из полезных функций которые нам пригодится это симметрия включается она вот здесь выбираем ось по которой будем создавать можем выбрать сразу все три оси ну если вы создаете что-то симметричное не знаю там шлем, меч, персонажа то с неем с ее помощью можно достаточно неплохо себе ускорить процесс бывает такое что вам нужно убрать все цвета с вашего объекта и сделать это быстро сделать это через бокс не всегда удобно вот то есть сейчас мне повезло вот так вот удачно выделить вот но так бывает не всегда нам на помощь может прийти инструмент заливка мы выбираем просто нужный цвет выбираем здесь вот такие настроечки и просто закрашиваем всю модель вот так вот в один клик окей чтобы сохранять все наше чудо именно в формате исходника который мы сможем потом редактировать а просто нажимаем ctrl s у нас сохранится в файле logs в формате и мы можем потом его открыть и спокойно редактировать а вот самое частое применение режима мира как видите у меня есть много мелких разных объектов то есть это специальные элементы для одной игрушки у меня unity сейчас выключен ну ладно чтобы их удобно было между собой как-то перемещать хранить они у меня каждый хранятся в отдельном элементе то есть изначально когда я создавал несколько элементов они у меня были все в какой-нибудь там большой вот этой вот зоне то есть их даже можно взять скопировать через ctrl c и в эту зону вставить и обратите внимание что их желательно сразу перемещать потому что если я уберу выделение через ctrl d я уже их не смогу безболезненно вытащить вообще никак а пока мы вставили выделение не снято мы можем их размещать как угодно собственно в этом удобство когда они все расположены отдельными зонами мы можем их хоть пересекать друг с другом как угодно и потом спокойно их разъединить то есть ничего страшного с ними не произойдет как вы наверное заметили здесь появился новый инструмент под названием слои он появляется у нас только в режиме мира то есть локальном режиме его нету а собственно слои они в африке слои мы можем переместить определенные элементы на какой-нибудь отдельный слой то есть для этого нам нужно нажать куда-нибудь вот сюда не просто выйти как бы выделить этот слой а именно нажать вот в этих вот местах как видите здесь рамочка у них тоже изменилась она стала розовой как и цвет этого слоя если мы нажимаем на этот цвет мы этот слой прячем вот соответственно так можно сортировать объекты по слоям все перетащили их на красный слой когда это может быть полезно например если вы делаете дом в котором есть крыша и вы просто перетаскиваете крышу на какой-нибудь из других слоев и временно его прячете например так же я иногда прячу ненужные объекты которые вроде бы жалко удалять которые еще могут пригодиться я их прячу куда-нибудь на последний слой и этот слой просто отключаю ему видимость мало ли иногда они могут пригодиться чтобы из них вытащить какой-то элемент или это просто какие-то недоработанные элементы там например недоделанная глава персонажа из которой можно сделать еще несколько вариаций вот то есть такие элементы я стараюсь просто прятать а не удалять но обратите внимание что когда мы будем это все экспортировать а экспортировать мы будем в OBG то все эти слои как правило тоже сохраняются почему-то хотя вот в последней версии вот это не знаю будет так или нет и собственно когда мы все это экспортируем в OBG давайте даже прямо сейчас это экспортируем каждый этот элемент в рамочке сохраняется как отдельный файл с ним сохраняется еще дополнительный mtl файл но это как бы специально для этого формата и сохраняется отдельно палитра зачем понятия не имею потому что палитра вся вот эта вот она абсолютно одинаковая и зачем он создает палитру под каждый из этих файлов я не знаю то есть мы их можем спокойно все удалить оставив только вот самую первую палитру и в том же юните например это никак не повлияет на отображение и давайте немножечко еще пройдемся по полезным функциям с вот этой стороны их не так много но о них следует знать а например мне нужно повернуть этот руль чтобы он стоял вертикально а не лежал приходим сюда на Rotate и вращаем по нужным нам осям все очень просто да кстати есть еще одна полезная функция когда нам нужно положить объект на пол то есть сейчас он висит в воздухе и чтобы постоянно вот так их не подгонять можно просто нажать клавишу G и он уже на полу хотя по моему я говорил об этом точно также мы можем отражать объекты следующая функция по моему вообще бесполезно она буквально на 1 воксель 1 пиксель добавляет либо убавляет то есть ну в чем проблема сделать это стрелочкой хоть на 1 хоть на 2 хоть на 10 в общем бесполезно выравнивание вот это вот уже функция поинтереснее мы можем все эти объекты выровнять в одну линию вот эта функция уже бывает полезной то есть видите вот это основание по этой линии он нам их как раз вот выровнял в рядочек кстати иногда будет полезно просматривать в рендере как это будет у нас выглядеть по рендеру можно вообще сделать отдельное видео потому что здесь достаточно много настроек но при этом все достаточно просто на самом деле кстати та самая игрушка которая буквально за пару вечеров накидал так сказать простой казуальный пазлик который пока еще все равно сырой но не суть а здесь все эти элементы были экспортированы с помощью специального асета магика воксель тулбокс я это в предыдущем туреле довольно подробно показывал поэтому здесь повторяться не буду а покажу как здесь добавлять уже такие обычные обжи файлы то есть давайте откроем здесь допустим вот это вот экспортируем в обжи и давайте закинем их прямо вот сюда в папку скопировали и прямо напрямую в папку проекта сейчас все это дело закинем самый быстрый способ как показывает практика все эти mtl файлы они тоже не нужны оставляем только одну палитру а как видите здесь изменились цвета то есть они стали чисто белыми вот но нам просто нужно будет применить один и тот же материал на все эти элементы то есть давайте для примера я их сейчас сюда повытаскиваю вот здесь остался цвет потому что он привязан к вот этой вот палитре но нам не проблема этот самый материал перенести и на все остальные потому что он будет абсолютно такой же поэтому плодить сотню материалов для каждого отдельного объекта ну я не вижу в этом смысла вот собственно все и закинули но как видите у нас тут небольшие проблемки с пивотом то есть он находится где-то вдалеке потому что в магике вот он он центр и при экспорте по-хорошему все модельки чтобы были вот здесь то есть мы их заранее вот так отцентровали и чтобы это все вручную не сделать мы его вот так вот выделяем align и нажимаем вот эту кнопку все подвигали на центр и можно экспортировать это еще разок а вот это вот все удалить все теперь у них пивоты будут там где мы их поставили но здесь есть другой момент это их ориентация по стороне то есть в какую сторону она будет повернута это порой важно для например персонажей или вот всяких объектов вроде вот таких стрелок которые изначально должны были должны быть направлены в определенную сторону и никак иначе и в этом плане как раз магика мне не очень нравится вот мы можем конечно просто немножко подзаморочиться настроить пивоты так сказать здесь или использовать центр вот и если эти объекты статичны то есть чтобы просто время не терять вот но если они будут там допустим анимироваться или это будет я не знаю дверь и чтобы с ней было удобно работать это естественно чтобы у него были нормально расположены все эти пивоты иначе она будет открываться неестественно вот в этом плане заморочки с экспортом есть поэтому чтобы всего этого избежать я как раз и использую тот самый асид вот я думаю и все ребятки я рассказал все что хотел если остались какие то вопросы обязательно задавайте их в комментариях заходите в мой инстаграмчик подписывайтесь на канал если еще не подписаны и до скорых встреч до новых туториалов пока